Субтитры делал DimaTorzok 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 В рамках месячных предусматриваются традиционные мероприятия, связанные с совершенствованием учебно-материальной базы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, тренировки по оповещению и эвакуации людей, проверка средств индивидуальной защиты, ну и информирование населения о правильных действиях при военных конфликтах или вследствие этих конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера. Владимир Владимирович, вы как раз предвосхитили мой вопрос, вот хотелось бы поподробнее для того, чтобы наши зрители понимали главное, зачем это нужно им, зачем это нужно власти. Вот какие чрезвычайные ситуации могут быть? Потому что, ну вот об этом на самом деле, вот вы начали частично об этом говорить. Ну, чрезвычайные ситуации могут быть различные. Ну, я бы хотел сказать о том, что вот 6 октября в рамках этого месячника была проведена тренировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправления и организациями. В городском округе Самара к этому мероприятию были привлечены главы гражданской обороны городского округа и внутригородских районов. Соответственно, органы, уполномоченные на проведение мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения, администрации городского округа и внутригородских районов, спасательные службы городского округа Самара и внутригородских районов, эвакционные комиссии городского округа Самара и внутригородских районов, комиссии по устойчивости функционированные объектов экономики городского округа Самара и внутригородских районов, Муниципальные предприятия, такие как Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты, муниципальные предприятия поисково-спасательный отряд, специальный комбинат ритуальных услуг, трамвайно-троллейбусное управление, акционерное общество КРХЗ «Прогресс» и ООО «Самарская коммунальная система», ряд других предприятий. В ходе тренировки хотели спросить. Я предлагаю, давайте тогда посмотрим сюжет на эту тему. Он как раз касается того мероприятия, которое вы сейчас описываете. И затем продолжим нашу беседу, потому что тогда мы наиболее четко сможем объяснить людям, что на самом деле проходило, и что сейчас проходит, и что будет проходить. Давайте сейчас посмотрим сюжет. Звуки, сирены, оповещения и мобилизация. В этот день город особенно активен. В стране стартовала всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Самару проверили на готовность к чрезвычайным ситуациям. Тренировочный день начался с утверждения специального сценария, так называемого плана гражданской обороны. Для его обсуждения в мэрии собрался весь руководящий состав гражданской обороны. Представители профильных департаментов, заместители главы Самары и главы внутригородских районов. Совещание прошло под председательством Елены Лапушкиной. Одна из главных целей таких ежегодных встреч – закрепление обязанностей между органами управления, которые они будут выполнять в случае реальной угрозы. В рамках проводимой тренировки сегодня в 6 часов получены сигналы распоряжения от МЧС России на начало тренировки о введении в действие плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации. По сценарию именно вооруженный конфликт – главная причина природных и техногенных катастроф. Важно использовать все доступные ресурсы, чтобы не только прекратить столкновение, но и защитить население города от отравления дымом, вредными выбросами и другими опасными веществами. Как правильно использовать противогаз обучают специалистов поисково-спасательной службы, а те, в свою очередь, доносят базовые знания до населения. Специалистов готовят на курсах гражданской обороны, которые также проходят во всероссийский тренировочный день. Залянки мышками, подбородок, специальную выемку, внизу вверх, приходит одевание противогаза. Основной задачей курсов ГО города является подготовка специалистов в области РСЧС, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по определенным учебным категориям. В настоящий момент курсы ведут свою учебную деятельность на основании учебной программы курсового обучения. Кроме того, в рамках отработки практических действий провели специальную обработку городской техники, развернули пункты выточи средств индивидуальной защиты, питания и вещевого снабжения, а также проверили готовность городского спасательного пункта к работе в условиях реальной катастрофы. Юрий Владимирович, вот мы посмотрели сюжет. Это на самом деле очень серьезная тренировка, очень серьезная работа по подготовке людей. Вот давайте об этом поговорим. Ну, это как раз таки та тренировка, о которой я сказал, 6 октября, это штабная тренировка, которая проводилась, назвал те органы, которые были задействованы в территориальной подсистеме РСЧС. И вот у вас в сюжете было показано, что развернуты пункты выдачи средств индивидуальной защиты на курсах гражданской обороны муниципального предприятия, Центра организации мероприятий защиты. Также пункты выдачи средств индивидуальной защиты были развернуты на базе городских очищенных сооружений ООО «Самарские коммунальные системы». На базе ГОКСа «Самарский коммунальный систем» также была организована химическая разведка постом химической защиты. Была проведена смотр нештатной аварийно-спасательного формирования ГОКСа, аварийно-спасательная звена химической защиты. На базе троллейбусного управления была приведена в готовность к приему укрываемых защитные сооружения гражданской обороны. И также была там же развернута станция обеззараживания техники. У вас в сюжете было показано это. На базе муниципального предприятия спецкомбината ритуальных услуг. Было проведен смотр готовности к формированию по срочному захоронению трупов в военное время. Это нештатное формирование для выполнения мероприятий гражданской обороны на базе этого предприятия. На базе комбината школьного питания был развернут подвижный пункт продовольственного снабжения. На базе муниципального предприятия коммунально-бытовой услуги был развернута санитарно-омывочный пункт и станция обеззараживания одежды. Кроме того, в ходе этой штабной тренировки была осуществлена комплексная проверка готовности региональных и муниципальных систем оповещения, в том числе комплексных систем экстренного оповещения населения, с включением оконечных средств оповещения, то есть сирен и речевых сигналов, и 6-го числа могло все население это слышать. Игорь Владимирович, об этом как раз хотелось бы знать, вы тоже предусмотрели вопрос. Давайте объясним людям, а зачем нужны вот эти экстренные системы оповещения населения, и что им нужно делать, если они это услышали? Ну, напомним, потому что мое поколение, я 70-го года рождения, мы еще это помним, многие уже это забыли. Ну, в данном случае речь идет о предупреждительном сигнале гражданской обороны, которым является сигнал «Внимание всем». Он подается с целью привлечения внимания населения к информации об аварии, катастрофе или стихийной бедствии. И вот продается через сирену речевой сигнализации. Действия населения в этом случае, услышав звучание сирены, они должны включить радиоприемники, телевизоры, прослушать объявление, которое будет проходить, и уже действовать в соответствии с тем, что будет изложено в этом объявлении. Ну, то есть, на самом деле, это вот важный... Алгоритм действий достаточно прост. Это простой, но очень важный алгоритм действий, но это важная составляющая тренировок, если я правильно понимаю. Да, да. Вот о других тренировках, которые вы говорили. Ну, вот это касательно тренировки, которая проходила 6 октября. 14 октября прошла тренировка, проводимая главным управлением МЧС России по Самарской области с звеном РЧС городского округа Самара по теме отключения и со сплоснабжения целого ряда жилых домов в промышленном районе городского округа Самара. В ходе тренировки, естественно, привлекались органы администрации городского округа Самара, промышленного внутригородского района, звеной РСЧС. были задействованы аварийные службы АО ПТС, 5 управляющих компаний ПЖРТ промышленного района, муниципального предприятия инженерные системы, АО Самара Автогаз, аварийные службы Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара. Была задействована комиссия по чрезвычайным ситуациям обеспечению пожарной безопасности городского округа. В Самаре создан оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на базе управления гражданской защиты. Работала оперативная группа на базе подвижного пункта управления. Главы городского округа. В общем-то, все аварийные службы показали свою готовность к применению потребного значения. Главная задача, насколько я понимаю, это если произошла такая чрезвычайная ситуация, как отключение тепла, чтобы можно было максимально быстро, оперативно, четко... Приступить к ликвидации. И решить эту задачу. Так точно, да. Причем мы как бы понимаем, что, к сожалению, это тоже в том числе достаточно реальная история. Это достаточно реальная история. И аварийные службы, в общем-то, готовы всегда к выполнению своих задач по предназначению. Вот вы говорили еще о том, что, скажем так, вы общались еще и с образовательными учреждениями. Вот расскажите об этом. Какие образовательные участия... Организации принимают участие в месячнике. Цели, задачи, как это видится, для чего? Ну, дело в том, что важное значение имеет воспитание у подрастающих поколений ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности. И закрепление у них практических умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях. Поэтому, естественно, в рамках этого месячника целый ряд мероприятий предусмотрен для проведения в общеобразовательных учреждениях городского округа Самара. В частности, одно из основных мероприятий, это также ежегодное мероприятие, это открытый урок, который проходит 4 октября, в День гражданской обороны Российской Федерации. В силу эпидемиологической обстановки и ограничительных мероприятий в связи с пандемией COVID-19, открытый урок проходил в онлайн-формате. Открытый урок проводили сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с представителями региональных отделений Всероссийского добровольного пожарного общества Российского студенческого корпуса спасателей. Они рассказали об истории создания гражданской обороны, целях и задачах на современном этапе, напомнили, естественно, о безопасном поведении дома, на улице, противопожарной безопасности, безопасности на дорогах. Частично им было рассказано, что такое чрезвычайная ситуация. И вот повторили алгоритм действий в случае распространения сигнала «Внимание всем». Уроки в режиме видеоконференц-связи прошли порядка 70 общеобразовательных учреждений городского округа Самара, 19 профессиональных образовательных учреждений, 38 дошкольных учреждений городского округа Самара. В общей сложности приняло участие порядка 10 тысяч учащихся и воспитанников детских садов. Но, естественно, в рамках Мечникова это не одно мероприятие. По индивидуальным планам, принимаемым образовательными учреждениями, предусмотрены контурские викторины, занятия по правилам безопасного поведения на дорогах, транспорте, при пожаре, при угрозе возникновения террористического акта, тренировки по эвакуации и тренировки по отработке практических действий работниками учащимся при получении сигнала «Внимание всем». Всего в течение месячника пройдет порядка 100 тренировок в общеобразовательных учреждениях по проведению эвакуационных мероприятий. Будут показаны учебные видеофильмы по тематике гражданской обороны и действия в связи с чрезвычайной ситуацией. Ну и иные различные мероприятия и классные часы на эту тему. И изготовление и раздача памяток. Чего? Памяток. Вот смотрите, а какой возраст принимает участие вот в этих занятиях? То есть вы сказали, что даже ученики, учащиеся дошкольных учреждений. 38, ну естественно, это не начинается с ясельных групп. Ну понятно, понятно, да. Но здесь ведь для каждого... То есть в основном, в детских садах это, конечно, все происходит в игровой форме. То есть есть специалисты, которые... Применительно к возрасту, конечно. Конечно. Это преподаватели и работники детских садов. Они принимают планы для своего учреждения в рамках мероприятия. А с учителем как вы работаете? Потому что здесь же главное, как я понимаю, научить учителей. Дело в том, что... Учителей, преподавателей? Напрямую, так сказать, по даче каких-то указаний мы, конечно, не работаем. Когда происходит постановка задач на уровне руководящего состава администрации города, естественно, принимаются планы, то даются установки, соответственно, департаменту образования, департамент образования своим подведомственным учреждением по своей линии дают соответствующие указания по проведению мероприятий в рамках проведения месячника гражданской обороны. Как, впрочем, у любого другого месячника, который проводит. То есть это такая межведомственная работа, на самом деле? Это не значит, что собираются там учителя, им рассказывают, как, что нужно делать. Это достаточно профессиональные люди, я имею в виду педагогов. Педагоги, которые ведут предметы по курсу ОБЖ, они раз в три года проходят обязательное обучение профессиональное в учебно-методическом центре Самарской области по ГО и ЧАЭС. Соответственно, по своей специальности, где им более подробно и профессионально доводится. Юрий Владимирович, вопрос, наверное, самый сложный, может быть, на мой личный взгляд, во всей этой ситуации. То есть я прекрасно понимаю, что месячная гражданская оборона – это вещь очень важная. Почему? Потому что это то, что должно спасти нас всех, если, не дай бог, это понадобится. Дай бог, чтобы вот такой ситуации не сложилось. И как бы вот все тренировки проходят в надежде на то, что это не нужно будет использовать никогда. Но если, не дай бог, это понадобится использовать, то, соответственно, надо быть готовым к этому. В связи с этим вопрос. А вот людей трудно убедить участвовать вот в этих занятиях, в этой работе, в этих тренировках. Насколько это сложно? Ну, давайте так, разделим, так сказать, категории людей, которых надо убеждать или не убеждать. Есть та категория работающего населения, которая этим занимается в силу своей профессиональной обязанности. Скажем, на предприятиях создаются нештатные аварийно-спасательные формирования, или формирования по обеспечению и выполнению мероприятий, по гражданской обороне. Эти формирования, сотрудники этих формирований, руководители проходят обязательное обучение, либо на курсы гражданской обороны, либо в учебно-методическом центре Самарской области, по ГОИЧС. А непосредственно обучение сотрудников этой аварийно-спасательных служб и формирования по гражданской обороне проходит на предприятии. Там соответствующий план принимается, обучение. Он принимается в соответствии с программами по обучению нештатных аварийно-спасательных формирований, и формирований по обеспечению и выполнению мероприятий по гражданской обороне. Эти программы принимаются МЧС Российской Федерации и, соответственно, правительством Самарской области применительно к особенностям, так сказать, нашей области. Поэтому эти формирования тренируются регулярно. Это входит в их профессиональную обязанность. Помимо этого, те лица, которые занимают должности по гражданской обороне и чрезвычайной ситуации на предприятиях, они также обучаются профессионально раз в пять лет, либо на курсах гражданской обороны городского округа Самара, либо в учебно-методическом центре по гражданской обороне Самарской области. А те лица, которые не занимают должность по гражданской обороне, то есть обычные сотрудники предприятия. Скажем, руководитель предприятия – это руководитель гражданской обороны. А руководитель предприятия – это руководитель гражданской обороны. Если в зависимости от задач этого предприятия, от количества работающих на этом предприятии, входят ли они в единую систему или не входят, сдается там КЧС и ВАГ-комиссия и иные комиссии. КЧС – это комиссия по чрезвычайной ситуации. Да. И КЧС и ОПБ. И организации. Если они не занимают, то также существует программа по обучению работающего населения в области ГО и ЧС. На каждом предприятии есть специальные уполномоченные лица, которые назначаются приказами руководителей предприятия. И они в соответствии с этими программами, которые принимаются МЧС России и правительством Самарской области, принимают на базе этих программ свою программу по-часовую. И проводятся на каждом предприятии занятия по тематике гражданской обороны и ЧС. То есть это ежегодно происходит. Поэтому эти вопросы в каждом предприятии освещаются. Соответственно, при проведении той или иной тренировки, объектовой тренировки, скажем, в рамках предприятия, естественно, составляется план, количество привлекаемых людей к этой тренировке. Поэтому люди, которые работают, они более осведомлены в этой области по участию в тренировках, по участию в этих мероприятиях. Аналогично и учащиеся. Это тоже все происходит планово. Помимо этого месячника и помимо тренировок, проводимых в рамках этого месячника, в течение года еще проводятся тренировки и по эвакуации, и тренировки при угрозе пожара и возникновения террористического акта. Локальные, то есть на том или ином предприятии. Поэтому и учащиеся, и преподаватели как бы вовлечены в эту тему, и для них это не новость. Другой вопрос. Привлечение, так скажем, категории неработающего населения. Неработающего или работающего, скажем так, в частных небольших компаниях. Да, вот это вот, конечно, наверное, проблематично, но в той или иной мере стараемся, конечно, привлекать. Потом ведь сейчас очень много информации выкладывается в интернете. То есть любой желающий может открыть сайт МЧС, сайт администрации Самарской области. Там все эти вопросы, вопросы связанные с ГОЧС, там все освещены, там существуют памятки по различным категориям МЧС, как себя вести в той или иной ситуации, что делать и так далее. То есть все вопросы, все освещаются через управление информацией и аналитикой администрации городского округа Самара регулярно. И существует план информационно-профилактической работы. Меня, вы знаете, что порадовало во всей этой истории? Что на самом деле, я ведь думал, что эта работа, она где-то может быть подзабыта и не настолько серьезно ведется. Но то, что вы сейчас рассказали, это означает, что система как была, так и существует. Конечно, да, на крупных предприятиях. То, что вы сейчас описывали, это либо госслужба, либо крупные предприятия. Но система гражданской защиты, гражданской обороны, она... Конечно, существует, работает. Просто, как бы, может быть, об этом на каждом углу как бы не кричат, но работа эта проводится регулярно, планово, ежегодно. То есть, вот этот, скажем так, вот этот миф о том, что многие вещи подзабыты, что у нас там, ну, что когда-то нас учили одевать противогаз, там, и так далее, и так далее. То есть, все это вот на самом деле, все это как было, так и существует. Так и существует. Я больше вам скажу, что, например, для школьников это вызывает большой интерес. Вот в силу эпидемиологической ситуации в этом году, так сказать, эти мероприятия не проводились. Если вообще в этот период, в этот месячник, на курсы гражданской обороны МКУ городского округа Самара, Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты и МКУ поисково-спасательный отряд городского округа Самара проводятся, так называемые дни открытых дверей, куда приглашаются школьники, студенты профессиональных образовательных учреждений. Они с большим удовольствием, так сказать, посещают и показывают технику поисково-спасательного отряда. Преподаватели курсов гражданской обороны проводят соответствующие занятия по тематике ГО и ЧАЭС. Дело в том, что этот ковид, который мы сейчас все переживаем, он нам напомнил одну очень важную вещь. То, что те риски, которые мы считали, вот, ну, нас уже никогда не коснутся, они на самом деле реальны, они существуют. И если, ну, например, не прививаться, большой шанс есть, что ты заболеешь. То есть вот та система прививок массовой вакцинации, которая когда-то была в Советском Союзе, это на самом деле было гигантское достижение нашей цивилизации. Вот российской страны, российского государства. И это нужно поддерживать, сохранять. И то же самое касается и системы борьбы с чрезвычайными ситуациями. То есть, конечно, это может не понадобиться долгое время. Мы, там, ну, кроме гриппа и ОРЗ, на самом деле не было у нас каких-то серьезных заболеваний. Но вдруг оказалось, что это есть. Вот ведь о чем речь. И это важно. Ну, это касается и гражданской обороны, и чрезвычайной ситуации. Это наш век техногенный. И, к сожалению, наверное, чрезвычайные ситуации, связанные с какими-то техногенными авариями, будут только увеличиваться, наверное. Кстати, а детей учат сейчас шить вратно-марливые повязки? Они умеют? Да. То есть, вот это тот навык, который мы когда-то там по этому поводу шутили. По крайней мере, программа обучения это входит. То есть, это тоже входит? Это входит. То есть, а также там надевание противогаза на время? Да, ОЗК или защитный комплект Л-1. ОЗК для предотвратителей расшифруем общевойсковой защитный комплект. Защитный комплект, да. Это этим оборудованы классы по ОБЖ. Кстати, возвращаясь к месячнику гражданской обороны, я уже сказал, что уделяется внимание традиционно в период этого месячника совершенствованию учебно-материальной базы. Так. И вот в этой связи, тоже ежегодно, в различные даты, но в этот месячник проходит смотро-конкурс курсов гражданской обороны городских округов. В этом году, это было вот 18-го числа, 17-го октября, курсы гражданской обороны городского округа Самара приняли участие в этом конкурсе. Посмотрена, так сказать, учебно-материальная база. На этих курсах, как я уже сказал, готовят, соответственно, должностных лиц и специалистов в области ГО и РСЧС городского округа Самара. Юрий Владимирович, к сожалению, время программы подходит к концу. Спасибо вам за беседу. Я надеюсь, что вот те тренировки, которые вы проводили, на самом деле в реальной жизни никогда не понадобятся. Но, с другой стороны, если, как говорят китайцы, капля предосторожности стоит рек лекарств и хочешь мира, готовься к войне. Поэтому будем тренироваться, но будем надеяться на лучшее. И напоминаю, в нашей студии был Юрий Топазлы, главный специалист Управления гражданской защиты администрации городского округа Самара. Будьте осторожны и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова